МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глеб Успенский, он же Голи Монголин, поэт, музыкант, известный экспериментатор из Томска. Играет словом, звуком, а сегодня и куклами. Я просто вот сшил такую куколку, думаю, вот про нее и будет рассказ, как бы вот и все. Спицы в нее не втыкаем. Все в рамках приличия и творчества, за рамками массового искусства. Кажется, что в каждом его движении горы смысла. А он уверяет, не нужно надумывать, разгадка в простоте. Да все просто, не надо искать каких-то там подтекстов. Там все, слова берешь и вот оно так и есть. Ну что там, там нет никаких смыслов. Эта песня без слов, без гармоний и вообще не уместится на отведенных пятилиниях нотного стана. Может потому исполнители и назвали себя студией неосознанной музыки. Не то, чтобы нами неосознанно, в плане нашего творчества. Как бы осознанно, на самом деле, естественно. Но в то же время неосознанно, потому что непонятно, откуда это берется. Если человек послушал нас и скажет, что мы это все делаем спонтанно и неосознанно совсем, то мы как бы это... Он просто ничего не помнит. Такой музыкальный арт-хаус все же не каждому понятен. Непосвященному покажется, что только единицы сумеют сквозь дым и вспышки света разглядеть искусство. Я встречал на этих фестивалях людей разных возрастов, разных социально-профессиональных групп. Мне кажется, что такую родную музыку, она способствует даже стиранию каких-то границ между людьми. Возможно, персонажи на этих фотографиях и понятия не имеют о такого рода перфомансах. Однажды Ирина Тишкова, автор выставки, беседовала с работающими на заводе о вечных ценностях и неожиданно спросила, а что есть любите? Размешка. Теперь на созерцатели взирают лица, застывшие в удивлении от такого земного вопроса. Человеку ступор поставить такой небольшой. Потому что если бы я спросила про людей, про войну, про животных, они, естественно, в одну тему какую-то в толью ушли бы и все. Музыка, театр и живопись – тоже пища, только духовная. И содержимое невидимых тарелок бывает важнее того, что вы ели сегодня на завтрак. Какие упражнения помогут сохранить зрение? Глазки устают у каждого человека. И очень много сейчас людей работает за компьютером, очень много людей работает с напряжением зрения. И в любом случае к концу дня нагрузка на глаза получается колоссальная. И разгружать ее, разгружать глаза нужно обязательно. То есть как бы никому не вредно, скажем так, выполнять эту гимнастику. Всегда есть простейшее упражнение. Это упражнение, которое называется монетка. Когда вы рисуете на стекле в своем офисе или дома, точку рисуете. И закрывая поочередно каждый глаз, смотрите сначала на эту точку, потом вдаль. То есть по 5 секунд сначала на точку, потом 5 секунд вдаль. Таким образом идет разгрузка мышцы глаза. И также как бы по другим глазам точно так же. Музыка. Привет всем! Наконец-то наступило время для вас, юные телезрители. А это значит, что пришла пора узнать самые актуальные и важные новости. В студии Даша Саблина и вы смотрите «Детское время». Музыка. Оказывается, волнение – это не только душевное состояние, но и превосходный способ показать свои способности. Совсем недавно в Кемерове прошел молодежный конкурс «Волнение» с репортажем с места событий Саша Шаронова. Раз в году самые талантливые и целеустремленные молодые люди города Кемерово собираются в одном месте и волнуются. Это совсем не странно, ведь сегодня мы на конкурсе «Волнение». Впервые «Волнение» проводилось в 2005 году. За всю историю конкурса через него прошли сотни творческих и амбициозных юношей и девушек. «Волнение» призвано найти таланты в разных номинациях. Лица, творчество, телевидение и карьера. Победители конкурса получают возможность устроиться на работу в различных предприятиях холдинговой компании «Сибирский деловой союз». Традиционно в конкурсе участвуют студенты, выпускники вузов, техникумов. Однако с каждым годом на волнение приходит все больше старшеклассников. Давайте узнаем, что они думают об этом конкурсе. Настоящее волнение. Я думаю, для каждого это в своем понимании, это что-то свое, когда у тебя внутри все колышется, и ты не понимаешь, что делать, у тебя все мысли в кучу, но ты все равно пытаешься успокоить, и в итоге делаешь все качественно. Волнение. Вот лично для меня это на сцене. Именно, когда внутри тебя, до того, как ты вышел еще на сцену, бурлят эмоции, но приятные эмоции. Это переживание. Это чувство. Это чувство. А как человек себя чувствует, когда волнует? Волну. Внутри. Он себя чувствует неважно. Да, и у него как-то даже сердце стучит. Всем известно, что перед выступлением волнуются даже самые профессиональные артисты. Участники нашего конкурса не исключение. Но волнение для них это еще и позитивные эмоции, отличное настроение и первые победы. Саша Шаронова, Алексей Зайцев. Специально для программы «Утро в твоем городе». А сейчас в детском времени новости со всего света. Сегодня Ева Дудля расскажет нам о детях, которые, несмотря на свой возраст, уже стали настоящими героями. Благодаря сериалам про врачей, девочка спасла маму. Сериал «Анатомия Грей и Доктор Хаус» очень популярный в Америке. В них рассказывается о жизни и работе врачей. Десятилетняя Мэдисин их просто обожает. Ее мама Кэндис во время сильного приступа астмы потеряла сознание. Когда дочь нашла ее на полу кухни, у нее почти не прощупывался пульс. Тогда Мэдисин начала делать матери искусственное дыхание и непрямой массаж в сердце. Врачи, прибывшие на место чуть позже, были поражены, как правильно девочка спасала женщину. Каждую неделю я видела по телевизору, как это делается, и научилась. Восьмилетние москвички вручили медаль за отвагу на пожаре. Несколько месяцев назад второклассница Маша Зябрикова, рискуя собственной жизнью, вытащила из огня своего маленького брата, когда в их квартире случился пожар. Смелость Маши не осталась незамеченной. Ее решили наградить медалью. Поздравили девочку очень необычным способом. 9 декабря, в День Героев Отечества, к дому Маши подъехала машина из пожарного гарнизона и увезла девочку на Всероссийский фестиваль в созвездие мужества. Там ей вручили медаль за отвагу на пожаре. Это все новости на сегодня. Смотрите «Ветское время» ровно через неделю. С вами была Даша Саблина. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!